Всем привет братва, с вами Император Прайм и сегодня у нас на канале будет обзор на новую пушку Квазар. Да, 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 из фракции Дети Рассвета, ребят. Дети, дети, дети мои, дети мои. Вот вот такая пушка, вот. Сейчас мы подробно её рассмотрим, что и как. Для неё тут надо, чтобы собрать малыш БФ, два синтеза и, ребятки, Генезис, два Генезиса. Ну, видите, тут уже 750 проводов, 250 металлолома и 150 меди. Вот, очень мощная пушка. Урон, смотрите, по ТТХ. Урон по ТТХ очень высок, да. Да, дальность, точность, всё очень чётко. Боезапас стандартно идёт 14 штук. Структура 535 и 6 единиц энергии хавают. Теперь рассмотрим фракция мусорщики, ребят, и возьмём палачи. Я, чтобы взять эти пушки, Квазар попробовать, как они, продал 3 палача. При этом, что мы смотрим. Урон, урон по палачам меньше, очки мощи меньше, структура меньше, ребят, вот. И масса ещё тяжелее. То есть эти 3 палача, как бы вот так вот, не сказал бы, что прям вообще прям жесть. Они отлетают, структура хуже, сбивает их, конечно, очень хорошо. Даже толстяк сбивает или там дробовики очень хорошо. В принципе, не жалею, что и продал палачи. Палачи тоже хороши, не скажу, что они плохи. Но, блин, это тоже очень неплохая. Поэтому давайте поподробнее посмотрим. Квазар 2. Мой крафт, кому интересно, пожалуйста, можете присоединяться. Скачивать. Загрузим наш крафт. Крафт у меня, ребят, на 9100, грубо говоря. Вот такой крафтик. Вот. Собран. Вот так вот. И вот такие 2 массивные дуры. При этом сюда можно, я говорю, в дальнейшем поставить, я считаю, тоже что-то вроде... Блин, вот циркулярки или комбайн. А вот сюда комбайн бы и 2 таких пушки, вы просто ниндзя. И вы просто ниндзя. Поэтому давайте поедем и посмотрим, как стреляют. Ну, я тут поставил для себя пока маскировочку. Ну, а что там, влупить там нормально. Короче, ребят, что я с 3 палачей, что с 2 этих пушек, просто за 3 выстрела в основном выносил кабину, короче. Вот. В основном по, ребят, по отстреливанию. С примеру, смотрите, вот структура выше, чем у палача, да. Там где-то на 100 единиц точно. Например, лупим и, смотрите, нету его. Вчера кто-то со мной спорил в чате, что, типа, нет, ни хрена такого не бывает. Он, типа, не выносит палачей. И, типа, вообще, зачем продал палачей, ты дурак, та-та-та. Захотел, продал, мое право. Тем более, показать обзор для людей, которые хотят купить. Потому что цен, цена-то, ёлки-палки, надо 1100 голды заплатить, чтобы купить 2 этих несчастных пушки, ребят. Цены-то космические. Смотрите, всё, нету. Нету, нахрен, просто нету. В плане чего, как отваливаются детали. К примеру, сделаем выстрел сюда. Ну, сделаем сюда. Вот в таком плане отлетают. Теперь, в плане, давайте, по пробитию от кабины, короче. В основном, как и палачи, бронебойные хорошо заходят в кабину. Смотрите, в основном за 3 выстрела точно выносил. 1280. Разве плохо? 1300. Ну, при этом я немного нанёс, как бы, дэмэдж. За 2 выстрела тут вынес. А так, вообще, 3 выстрела. Уходит. Поэтому, любые. Палачи, не палачи, один выстрел, и просто, нахрен, нету никого. А если попробовать просто... Если в бок, конечно, то в бочину кабины чуть меньше. Вот, под 900. Видите, как вылетает? Вот, 1000, короче. И третий выстрел, последний. То есть, ребят, любой крафт, 20 тысяч там. Если кабина вот так не защищена, и вы нашли уязвимое место. Это, по крайней мере, в моём крафте уязвимое место. Потому что не хотел. Можно ещё потом нацеплять там всякой фигни. Я пока так, чтобы не сильно прям нагружать. А чисто в лобовую вот так ехать. Брони нацепил. Смотрите, колёса защищены. Всё защищено. То есть, очень довольно так неплохо лупит. При этом, у нас сейчас, как вы наблюдаете, 19. 19, ребят, снарядов. Изначально их 14. При этом, у меня всего лишь одна боеукладка синяя. Всего лишь одна синяя боеукладка. Ну и всё. Но, знаете, в чём отличие от палачей? Траектория полёта снаряда. К примеру, я вам покажу, что вы стоите далеко. И покажу, чем дальше работать на этими пушками надо на среднее расстояние, ребят. На среднее. На дальнее очень. Скорость полёта у палача снаряда намного выше. То есть, чтобы вы понимали, здесь 100% летит чётко ровно снаряд. Когда у палача, он падает через расстояние. Вот смотрите, прям разбиваю я пушки. Видите? Здесь вот офигенно поставить прицел. Вот просто такое расстояние и прицел ставите. Вы просто охреневая, смотрите. Зато выцелит и чётко в пушку. В пушку просто летит, ребят. Но и медленно. Не забываем о том, что надо ещё и выцеливать наперёд, когда машина едет. Надо вот так вот, видите, даже ещё чуть дальше брать. Вот это надо, конечно, скилл наработать немножечко. Поэтому самое классное. Впереди циркулярку. Конечно, поставить прицел. И чтобы вы видели всё. И у вас просто всё в ажуре будет, ребят. То есть, на самом деле, я вообще не жалею, что, к примеру, палачи для меня интересно. Что палач, что вот эти пушки с одного выстрела сносят любую тачку. Иди сюда, иди сюда, дружище. Ой, промазал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, промазал. На! Кто там стреляет? Кто стреляет? Ты стреляешь. Видите, наперёд надо стрелять. Ну вот и всё, короче. И всем хана. Я считаю, очень классные пушки. Как бы там ни говорилось. Ну да, конечно, их так сильно прямо не спрячешь. Ну, учитывая, что ещё и наклон есть, ребят, не забывая о наклоне. Вот. Можно, конечно, их впереди поставить там. Ну, я считаю, вот. Вот, такое расстояние. Всё, ближе уже, если подъедет, то... И самое классное, что они поворачиваются, в отличие от палачей. Лупят, как палачи, даже... Ну, где-то так, да, лупят. Вот, вы видели, там и по 1300 может лупить. Но при этом ещё и поворачивается. Понимаете, в чём фишка? Лупит, как палач, ещё и поворачивается. И структура мощнее. Поэтому при любом раскладе очень отличная пушка. Ну, вот, как бы, вот так вот, ребят. Единственное, что, конечно, пришлось три палача продать. Ну, да ладно. У меня ещё там, во фракциях, у меня ещё дохренища, но у мусорщиков 10 деталей есть. Там можно половину скрафтить, короче. И тут можно ещё там создать ещё этих палачей. Как бы вот так вот. В общем, вот такая вот, ребят, квазар. Такие пушки, такой крафт. Под названием Квазар 2. Можете найти, пожалуйста, пользоваться. С вами был Император Прайм. Если было полезно, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока. Удачи, ребят. Пока-пока-пока.